Всем привет! И сегодняшнее видео об отличных смарт-часах всего за 25 долларов или примерно полторы тысячи рублей. Кстати, вот они. Гоняю их, по-моему, с 4 апреля, то есть уже почти две недели. И вот это тот самый вариант, когда ищешь недорогие, качественные, функциональные, симпатичные и неглючные смарт-часы на Алиэкспресс. Короче говоря, из-за огромной кучи подобных устройств из Китая, конкретно эти часы я буду хвалить. Хотя мелкие минусы тут тоже есть, но о них позже. Во-первых, внешний вид. Просто идеально. Вот реально не докопаешься. Отличный мягкий качественный силиконовый браслет. Металлическая застежка с двойным держателем для ремешка. На руке сидят комфортно, удобно, они легкие. Их практически не ощущаешь. У этих смарт-часов есть высокая защита от пыли и воды IP68. То есть можно поплавать в бассейне или активно помыть руки под краном, не переживая за потраченные 25 баксов. Приятный цветной, похожий IPS-экран. Из управления доступна единственная сенсорная кнопка. При кратковременном нажатии которой или резком повороте руки, экран активируется примерно на 5 секунд. На экране читается время, дата, день недели, заряд батареи, количество пройденных шагов за сегодня, потраченные калории и пульс. Долгим удержанием можно изменить вид основного экрана. Всего их три. Вот такой. И вот такой. Но мне больше всего нравится самый первый, заводской. Стихия это тоже хорошо. У этих часов хорошая автономность и на одном заряде они живут... Секунду. Алло. Семь дней. Да, семь дней. Спасибо. Шаги считает очень близко к правде. Сравнивал со своими Amazfit'ами. Кстати, они очень похожи. И разница в шагах получилась минимальная. После основного экрана показано количество шагов за сегодня. Подсчет возгораний. Ну, это так себе функция. Уверен, никто на это не обращает внимания. Во всяком случае, я не обращаю. Пройденный путь в километрах за сегодня. Датчик сердцебиения. Или по-другому пульсометр. После измерения часы вибрируют. У них есть вибромоторчик. И нифига себе измерение артериального давления. И знаете что? Показания достаточно точные. Сейчас продемонстрирую. Ну, во всяком случае, очень близко к действительности. Далее, мониторинг сна. Это количество часов за прошедшую ночь. Сообщение. Вот во вкладке спорт можно выбрать несколько видов спорта. Бег. Не знаю, на что это влияет. Ходьба. Ходьба с палкой. Велосипед. Теннис. Баскетбол. Бамбинтон. Футбиг. Короче, зажимаем. И пошла тренировка вместе с замером пульса. Нажимаем еще раз. И тренировка прекращена. Есть секундомер. Поиск мобильника. Удобная штука. И выключение. Так, поиск мобильника. Вот такой вот звук издает телефон. Ремешки тут сменные. Можно подобрать любые на свой вкус. И это еще не все. Часы эти работают с грамотным приложением, которое называется Wear Health. Оно полностью на нормальном русском языке. Удобное и функциональное. Что реально тоже удивило. Потому что обычно китайские часы работают с китайскими криво переведенными приложениями. В приложении можно измерить сразу пульс и давление. Можно посмотреть свою активность за день, неделю или даже месяц. Вот с 5 числа тут была у меня некоторая активность. Мониторинг сна ежедневный. Если спите с этими часами, ничего включать не надо. Они автоматически определяют сон. Можно подробно посмотреть каждый день. Глубокий сон, легкий. Бодрствование. Вот здесь было пробуждение. Короче говоря, работает этот мониторинг сна вроде бы как нормально, четко. Здесь понятна история измерения давления, пульса. Во вкладке спорт можно начать с Aljira, Mali. Короче, под GPS определяется местоположение. И в итоге, если это какая-то ходьба, то в итоге прокладывается в маршрут. Сюда можно добавить друзей с такими же часами. И в профиле можно задать цель на количество шагов в день. Цель часов сна. Можно управлять камерой. Вот так вот это работает. Также приложение позволяет найти часы. И управлять этими часами. Здесь немного поподробнее. То есть, можно включить или отключить непрерывный контроль пульса. Поднять руку для включения экрана. Вот это действие приводит к активности экрана. Работает здесь оно нормально, четко. Никаких глюков. Уедомления о вызове, смсках. Режим не беспокоит. И вот такая фишка. Можно также добавить экранную заставку свою. Можно выбрать на смартфоне абсолютно любое изображение. Выбрать расположение времени. И на часах будет заставка. А уже потом вот этот основной экран. Можно выбрать от каких приложений будут приходить уведомления на часы. Можно настроить напоминание о лекарстве. Встречи, напоминание об активности. Напоминание о том, чтобы выпить воды. Вот у меня стоит каждый один час. Здесь появляется кружечка с водой анимированная. Полезные, реально полезные пункты. Можно завести будильник, который будет вибрировать. Ну, понятно, формат времени. Здесь, извините, сброс ПО. В комплекте с часами можно найти магнитный кабель для зарядки. Неправильной стороной при магните его не получится. С другой стороны USB разъем. И здесь нас предупреждает о том, что лучше заряжать 1А зарядкой. Пакетик, в котором были часики. И вот такое вот защитное стекло. Ну, точнее, это пленка. Довольно толстая. И также никому не нужная, но симпатичная довольно-таки инструкция, с которой можно скачать приложение. Или на iPhone, или на Android телефон. Те, кто скажет, что эти часы какое-то там фуфло, или это все проплаченная реклама, идите лесом, потому что реально за 25 баксов я лучше ничего не видел. И часы эти реально огонь. Те, кто купит, точно не пожалеют. А, из минусов. Для самых внимательных вот эти значения шагов калорий изменились, потому что я ради интереса нажал сброс, и все на сегодняшний день сбросилось. Из минусов. В течение дня вот эти экраны произвольно сменяют друг друга. Честно говоря, я так и не понял, от чего это зависит, и как часто это происходит. Но вроде бы как смена экрана автоматически происходит через каждые 6 часов. При входящем звонке часы вибрируют. У них есть вибромоторчик. Отображается имя контакта, но текст маловат, и из-за этого плохо читаем. Ну, в общем-то, и все. Это все минусы, которые я пока что заметил. Ссылка на эти часы и ссылка на скидку на эти часы уже есть в описании под этим видео. Далее еще одни часы от компании DIGRO. Это D03+. Обновленная версия SmartSoft DIGRO D03. Производитель сообщает, что батарея стала большей емкости. Они улучшили работу датчика пульса. Алло. Дайдите в х**у. Улучшили работу датчика пульса и защитили кнопку, чтобы она не цеплялась за что-нибудь. Внешне выглядят здорово. Металлический корпус, металлический ремешок. Они небольшие, на руке сидят удобно. Выбор цвета и ремешков этой модели большой. Функционал тут покруче, чем у первых. Правда, они подороже. В два раза. Есть механическая кнопка сбоку и экран этот сенсорный. Что сразу не понравилось, это всего 4 циферблата. И все они какие-то убогие и совсем не информативные. Не знаю, может быть и можно найти сюда другие циферблаты. Но это надо копаться в интернете. Ни даты, ни толком количество шагов. Зато есть вот такое вот функциональное меню. Подключаются они, понятное дело, также по Bluetooth к смартфону. Есть телефонная книга, которая спокойно синхронизируется со смартфоном. Можно с этих часов позвонить или набрать номер. Это какая-то ерунда. Можно найти смартфон. Очень противно пищит. Завести будильник, посмотреть календарь. Управление музыкой по Bluetooth. И, кстати, вот такой один момент. Изначально, подключаясь к смартфону, эти часы определяются как Bluetooth гарнитура. Если кто-то позвонит, то придется разговаривать через эти часы. У них есть микрофон и небольшой динамик. Чтобы это не раздражало, нужно отключить профиль A2DP. И тогда эти часы будут показывать вам звонки. Через них можно будет ответить, но разговаривать уже можно будет через смартфон. Далее управление камерой. Ничего особенного, как везде. Настройка Bluetooth. Управление. Выбираешь телефон. Тут какие-то непонятные логовые файлы. Какие-то файлы море. Непонятно, для чего это. Я не буду есть. Ничего не буду, я снимаю видео. И фишка этих часов в том, что шаги они будут читать только в том случае, если вот так вот запустишь именно в ручном режиме. Если нажать остановить, то шаги они не будут читать вообще. И шаги они считают как-то сомнительно. Мониторинг сна есть, он работает. Напоминание о физической активности. Измерение пульса. Ну, пульс меряет нормально. И знаете, в чем прикол? Смотрите. Кто такой Трамп? Знаете, откуда она взяла? Вот отсюда, из смартфона. Зачем это нужно? Тоже фиг его знает. Сири. Отсюда можно скачать приложение для смартфона. Эти часы работают с приложением Fundo Wear. Очень простое, элементарное. Здесь практически ничего нет. То есть можно посмотреть калории, шаги, пройденное расстояние. Измерение пульса. В настройках можно настроить, от каких приложений часы будут показывать уведомления. Ну и в принципе, больше ничего полезного в этом приложении нет. Секундомер, калькулятор. Можно выбрать задний фон. Вон там, видите, картинка поменялась. Настройки, звук. Можно выбрать мелодию, тайм-аут и так далее. Заставки. И здесь можно выбрать управление жестами. Вот в данном случае жест вверх. Это включает активацию этих часов. То есть, так же, как и на первых часах, экран включается при повороте руки. В комплекте инструкция. Том 1. Она реально очень жирная. Вообще пипец. Отвертка часовщика. Не знаю зачем. Сейчас посмотрим. Магнитный кабель для зарядки. Тоже его присоединить получится только с одной стороны. Держится нормально. Защитная пленка. И специальная тряпочка для протирания. С помощью этой штуки можно укоротить браслет, если он длинный, как в моем случае. Вот так это выглядит. Просто нужно выдвинуть эту скобу. Кто знает, для чего вот это? Напишите в комментариях. Эти часы на одном заряде могут жить 2, максимум 3 дня. У них есть защита от пыли и воды. IP67. Руки мыть в них свободно можно. В басик уже с осторожностью. Но, честно говоря, эти часы мне вообще не зашли. Внешний вид только прикольный у них. Ну, а вот эти часы реально рекомендую. Они офигительные. Ну и, в принципе, на этом у меня все. Всем добра. Увидимся. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok